Послание апостола Павла к Галатам, 5 глава. Первый текст. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Аминь. Занимайте места, братья и сестры. Рабство. Очень страшное слово. И тот человек, который побывал в рабстве и стал свободным, он может до конца понять, что такое свобода. Итак, друзья, рабство – это положение раба. И полное отсутствие прав у этого раба. Это положение полной зависимости и подчиненности рабовладельцу, хозяину. У раба есть жизнь, но он не может ею распоряжаться так, как он хочет. У раба есть воля, но она подвластна воле хозяина. И он не может делать то, что он хочет. Он обязательно будет исполнять волю своего господина. А как попадает человек в рабство? Я думаю, что мы живем в современном мире. И очень много людей попались на всевозможные удочки, на всевозможные объявления в газетах, в телевидении, в интернете и так далее. Например, нужны домохозяйки, нужны девушки с такого возраста и так далее, и так далее. Будут работать за границей, хорошая зарплата и так далее, и так далее. И наивные девушки, купившись на эту дешевую приманку, выезжают за границу, и как только пересекают они границу, у них отбирают документы, а потом начинается ужасная жизнь. Жизнь рабыни, жизнь раба, бесправная жизнь. Как много людей, которые подходят, говорят, вот там в Дагестане, где-то в Махачкале или еще где-то есть кирпичные заводы. Вот там можно заработать уйму денег за три месяца. Поехали. И человек клюнул на этот большой заработок. Попался на эту удочку и попал в рабство. И очень немногим удается, друзья, вырваться из этого состояния. Они считают себя счастливчиками. Как правило, человек попадает в рабство обманным путем. Как правило, ему что-то пообещали, и он на это пошел. Но это обман, которым пользуются люди, но это не новинка. Этим пользовался когда-то сатана. В Эдемском саду он подошел и предложил людям свободу. Он предложил им свободу стать, как боги. В итоге не подозревал ни Адам, ни Ева, что это был очень жестокий обман. Обещая свободу, он поверг их в рабство греха и смерти. И люди клюнули на это. Они и пошли на это. Братья и сестры, обещая райскую жизнь, обещая хорошие заработки, обещая жизнь без проблем, это осталось лишь обещаниями. Как обычно, обещает он много, дает очень мало, а отбирает все. Это тактика дьявола. И как хорошо, друзья, что есть Христос у нас. И когда мы читаем Евангелие от Луки, 4 главу Евангелия от Луки, Иисус Христос, стоя в синагоге, говорит следующие слова 18-м текстом. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. Мне и Тебе пришел Христос проповедовать освобождение прежде всего от того положения и состояния, в которое мы попали благодаря нашим прародителям. Мы попали под действие закона, закона греха и смерти. Братья и сестры, Иисус Христос есть истина. И однажды Он сказал в Евангелии от Иоанна 8 главе, И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Братья и сестры, мы когда-то были в плену, и пришел тот, кто освободил нас, дал свободу. И теперь апостол Павел Духом Святым говорит эти слова. Итак, в том, что вы получили от Христа, а то, что мы получили от Христа, это закон Духа и жизни. Это то, что не так, не стоит ни в каком стороне с законом Духа, с законом греха и смерти. Христос пришел подарить нам закон Духа и жизни. И тот, кто попадает под действие этого закона, Он становится свободным во Христе. У нас сейчас будет молитва. И мне так хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы понимали, что настоящая свобода человека только во Христе. Но свобода – это не вседозволенность. Свобода – это не то, когда ты делаешь то, что ты хочешь. Если мы теперь свободны во Христе, это означает, что то, что мы получили от Бога, мы должны в ней стоять, в этой свободе. Друзья, получить легче, чем стоять. Очень, очень тяжелее, намного тяжелее стоять в свободе. Вот, а когда все можно? Когда никаких запретов? Когда рушатся все принципы? В этой свободе Божьей стоять. Что это за свобода? Это свобода, братья и сестры. Когда Павел говорит, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святостью. Вот она свобода. Это святая жизнь пред лицом Бога. Я так хотел бы, чтобы сегодня мы знали, что этот закон работает. Закон свободы. Вот он, Господь подарил его нам. Это закон свободы. И тот, кто вникнет в этот закон свободы, он будет мужем, женой благословенным от Господа. Он будет благословен в своих делах, в своих действованиях, потому что в законе свободы будет находиться он. И так, стойте. Продолжайте находиться там, где вы находитесь. У вас в свободе Христа. Стойте в этой свободе. И не возвращайтесь больше никогда на дешевые рекламы этого мира, которые обещает сатана. А если кто-то сегодня еще в плену греха, у вас есть возможность Иисусу Христу сказать об этом. И сказать, Христос, я не могу освободиться. Я раб спорта. Я раб своего чрева. Я раб своих желаний. Я раб этого мира. Я раб самого себя, в конце концов. Иисус, Ты истина. Сделай меня свободным. А тот, кто свободен, благодарите Бога за это. Аминь.